всем привет друзья приветствую вас всех на своем канале и вот сегодня я снова с вами а вы со мной причем ребята давно уже хотела снять себя ну видели что я другое вообще выставляю то кошечек то собачек но это своих все видео оригинально все мои это видео а себя не получается то время нету то жара жара ребята офигенно какая ну как и у всех кругом там вообще у людей пожары сейчас у нас хоть нет их этих пожаров пока слава богу всего короче у меня битва идет за урожай битва за урожай борюсь как могу закруток этих тона перерабатывайте овощи ребята я в шоке уже я заборилась честно слово и вот так сказать зачем она мне ну как много уже много мы это не сидим не вообще раньше закрывали много всего заготавливали так как семья дети маленькие там были или там студенты уже были вывозили хорошо нормально а сейчас уже нам на двоих этого хватит более чем но все же все же ребята хотелось уделить тоже вам время на улице невыносимо снять вот это сегодня первый день нету ветра мало того что жара 40 градусов еще ветер суховей и такой что не слышно что ты говоришь то все забивает одну здесь же деревья кругом все забивает ветром твои слова любые но спасибо что вы мне там пишите отвечаете на мои видео комментарии всякие пишите и у меня накопился ряд ответов на ваши комментарии на которые бы хотелось бы конечно ответить для вас объяснить разъяснить возможно это будет интересно кому-то и и один из таких и часто задаваемых вопросов это вода ковры там какие-то мыло да ну вы увидели что мыло ковры сколько-то дней это пишут глянь столько вода такая струя где вы берете вообще воду что такое показала там маленькое видео шорст закрутки свои пишут а где вы воду вообще берете мы знаем в вашем городе нет воды проблемы с водой опять же показываю свои там это то что выросла у меня помидоры и огурцы и все знают что их нужно поливать конечно они без воды никак не вырастут это сто процентов не вырастут и их нужно поливать да да мы поливаем сейчас я все вам объясню расскажу написал один человек я знаю что в вашем городе красный луч вообще нет воды ну как мало воды да эта проблема существует очень давно и она не сегодня уже образовалась а сколько я себя помню столько в городе в больших домах многоэтажных нет воды не выжимает не дожимает ну проблема с водой люди покупают воду себе и так далее я скажу так ребята мы к водоснабжению центральному водоканалу не имеем никакого отношения раньше у нас с водой проблем вообще не было так как у нас недалеко было предприятие предприятие попросту говоря птичник птицефабрика вода у них была и мало того что мы даже платили им в кассу видимо запитаны были мы оттуда мы платили в кассу это все но прошла перестройка демократия это же было помните когда развал советского союза и начата птицефабрика потихоньку потихоньку затухать у нас и естественно начали затихать у нас потоки воды из крана кран то стоял у нас воды не было ходили там в колодцы черти куда покупали воду ну в основном это сейчас уже принято там продавать воду ездят раньше ходили сами не пойми куда ездили сами за этой водой ну короче так ребята лет десять назад а то и более на на того мы все-таки решились на скважину у нас скважина артезианская вода во дворе нам делала ее геологоразведка мы нанимали города антрацит геологоразведку ездили становились на очередь и приехали нам ее сделали здесь на улице у нас было по 17 где-то метров ну вот именно в этом районе где живу рядом там дома напротив это 17 18 метров и есть вода хорошая она на девятом метре тут на у кого на седьмом у кого на девятом у меня на девятом она пошла и уже мы перестали как типа иметь проблемы с этой водой и по этому поводу у нас были прикольные даже случаи представьте мне нужно например на остановку пройти выше моей улицы и все равно потом автобус едет по асфальту мимо моей улице и туда выходят с одной стороны огороды а там стоят поливалки у всех поливается ребята заливаются люди в автобусе вот негодяи какие у людей вообще воды нету а эти поливают ну люди поливают а поливалки вот эти как пошли в моду знаете на весь огород там эти трубы эти штучки стоят что распыляют так капец короче в автобусе возмущаются мы все без воды это они не заживут ну ну им кажется что мы не заживем и значит наша вода стекает к им туда куда то там и они поливают короче ребята я сижу смеюсь ну а ну мне надо там в их сколке это самое связываться пусть думают что хотят но на самом деле на самом деле здесь улица большая длинная и только у троих домовладениях нету этих скважин у троих а в остальных они есть кто раньше пробился эту скважину кто позже но это же как бы деньги деньги реально не маленькие это огромные деньги ой я не могу ну уже потом разобрались кто то там сказал вы что дураки что ли ну это же в автобусе что вы до людей пристали на этой улице у всех есть ну видимо кто то с нашей улицы там ехал здесь у всех есть скважины свои это своя вода они только платят люди за электроэнергию все причем тут вы там со своей водосистемой водоснабжением и тому подобное короче ребята короче ну все бы было хорошо мы в воде не нуждались даже как даже ну практически каждому из нас кто то приезжал с других там улиц с других поселков даже там или даже с города мы возле города я же говорю 7 километров и вот я живу здесь что я хочу сказать что я хочу сказать давали мы воду все но в 2000 году вот что то затем что такое ветками как то наверное в 2000 году ребята у нас произошло вот это вот последний раз был в 2000 году дождь в мае целое лето не было и пошел потом один дождь в сентябре все ну пошел и пошел а к осени то водичка ушла хотя у нас недалеко здесь по карте йога разведки есть подземное озеро недалеко но видимо оно обмелело потому что не было природной влаги за лето да ну и шо и к осени 2000 года у нас начала бывать вода не то что там кому то дать себе не было ну может ведро накачивало и заканчивается вода а что ж ты будешь гнать насос чтоб сгорел насос ой ну зиму как то перетерпели ведро наберу покупали там всякие напитки минералки да если снег там какой то бегом снег топили чтобы помыть что то там вот так представьте все зиму вот так вот но спасибо у меня маленькая семья что мне меньше нужно потребление воды к примеру там да а у людей ну дотерпели мы до весны бегом мы наняли снова этих людей которые пробивают скважины и мы сделали в 2021 году по новой не то что сделали а добурили ее добурили еще 15 метров это обошлась хорошая сумма ого-го какая и плюс еще надо новый насос потому что тот насос не глубинный купили глубинный насос еще ну теперь мы по новой опять с водой с водой проблем вообще нет и мало того что наши прочистили вот эти там которые были родники а еще сказали вот эти люди что делали это уже не геолога разведка а частники делали сказали что мы у вас нашли еще один пробился родник да классно а соседи через два дома напротив вообще 60 метров еще добурили и вода заканчивалась у них наберут сколько это заканчивается куда она у них делась неизвестно вообще правда представьте а еще метров через сто от меня вообще бурили у них вообще ее нету воды с буровой установки улетела штучка которая называется шарошка да куда то в пустоту значит там пустоты где то какие то ну видимо от шахты я не знаю здесь же шахты может быть где то проходили какие то там эти ну улетела не нашли короче и не вода что бурить дальше если там дырка дальше все ну вот не знаю сколько это они метров пробурили 60 там или 70 ну у всех по разному ребята у всех по разному ну и что у меня государство вода не заходит во двор она у меня заходила и уже когда мы пробурили первую эту скважину свою да и все равно ходили деньги давайте деньги ну за воду типа за кран который вообще не качает вода это не функционирует а если она качает то она я не знаю с какого болота там и чем она пахнет это это капец короче ну мы решили так у нас там был кран называется гусак этот же по которой вода государственная нам шла и типа бассейна что то там типа бассейна мы мы забрали кирпич с этого бассейна засыпали эту яму выдернули этот гусак заварили трубу нет ну как там на улице не отрезали а во дворе прям заварили и все вызвали вот этих сказок ребята у нас ничего нету ну как вы знаете не качает вообще вода и уже она десятилетиями а эти приходят ну может там когда-то капнет может где-то капнет а к нам она не доходила потому что наша улица первая от города а с поселка получается последняя ну так ну не совсем она последняя но именно по есть повыше улицы действительно хоть там где-то качает у нас ее все равно не было а оплати за троих это как бы нормально деньги ну а зачем платить больше да ну мы взяли отрезали и пользуемся теперь своей водой и конечно я оплачиваю электроэнергию обязательно летом конечно больше получается зимой меньше но зимой меньше потребления потому что летом то поливы то летний душ летний душ сто раз на день и естественно когда само нагреется если жара а бывает вода холодная ты не включаешь это все свет зимой меньше оплачиваем за воду летом больше но это все устраивает вот такие у нас проблемы с водой а вернее у нас нет проблем с водой вот это именно про воду я хотела рассказать потому что очень много вопросов было за воду где вы берете где ты берешь воду и что ты используешь когда другие сидят без воды попить нечего ну представьте я решила об этом рассказать ребята ну вот на этом наверное все спасибо за внимание спасибо что были со мной обязательно отвечу еще на другие вопросы ребята всем пока пока не знаю пока я